Выбор первого принтера, сборка, первая печать, первые проблемы, способы их решения, ссылки, советы новичкам. Всем доброго времени суток. На прошлой неделе получил свой первый 3500 принтер, к покупке которого шел около пяти лет. Тогда это казалось чем-то нереальным, отдающее запахом жёного пластика, задротством по поиску новых взамен вечно ломающихся частей ночи с паяльником и тестером в обнимку. В общем к такому хардкору я был не готов. Три года назад купил дочке 7 лет на новый год 3500 ручку, которая была воспринята с восторгом, так как ютуб показывал фантастические модели сделанные ей, смотрите на ютубе канал 3500 пенкреэйшнс. Однако всё оказалось не так просто. Первый комплект пластика поставляемый вместе с ручкой в разных опытах закончился как-то очень быстро. Было заказано ещё несколько мотков и килограммовая бобина белого пла, спустя три месяца интерес ослаб, осталась куча мелких скруток пластика и распечатанная, но не початая бобина пластика, которая так и лежала нетронутой до сегодняшнего дня, три года. Потом была покупка ручного гравюра Хильда 180ВТ, но после пары моделёк интерес тоже как-то поувёл, так как оставался открытым вопрос как держать в руках мелкую деталь и что-то ещё по ней делать, пусть даже гибким валом. Короче гравёр тоже был почётно положен в ящик до лучших времён, когда будет больше времени и свободного места, так как при работе с ним пыль летит во все стороны и покрывает всё ровным слоем. И если с деревянными опилками это ещё не особо критично, то при работе с ракушками чувствуешь себя стоматологом. Звук и запах идентичны. А уж этот прекрасный белый налёт кальция на всех поверхностях в районе полутора-двух метров просто незабываем. Так прошёл ещё один год. Месяц назад, как обычно в поисках чего-то очередного, очень нужного и важного, натолкнулся на статью о 3500 принтере, который был сделан в виде коробки и не требовал напилинга. Кажется это была статья о SkyCube Desktop 3 500 принта. Поискав цены на них и увидев что это вдобавок стоит всего 200 баксов я понял что я попал. В голове было только одно «хочу», «хочу» сейчас, сразу или на крайняк к Новому году, а это было как раз 10-15 ноября. Но как назло этого принтера нигде не было. Снят с продажи и всё тут. Пришлось читать по теме подробнее. Следующие в списке хотелок были. Тева Микелэнджело не впечатлил и дороже на 100 баксов, Джигарора опять «неплох», добавил в список закладок. Тогда я уже понял что не стоит орать «Shut up and take my money», а не торопясь отсортировать понравившиеся, почитать о них обзоры, составить список их проблем, возможности напилинга допилинга и прочего. Короче сделать так, как я всегда делаю перед людой покупкой в онлайне. И что на меня тогда с этим SkyCube нашло? Сам до сих пор удивляюсь. Потом в список закладок полетели рэп-рэп праса i3, Джигарора Z, зав Мэкс Ти, Флейнг Бээ Гост, Аникабек Фоут Ансла, Аникабек 4 Мэкс. Тогда уже стало формироваться желание, чтобы принтер был в виде квадратной рамы, а в идеале вообще закрытый. Стал подробнее читать про Флейнг Бээ Гост, Аникабек Фоут Ансла, Аникабек 4 Мэкс, понял что фотополимер дома с маленьким ребенком и котом это совсем не то что надо для здоровой и счастливой жизни, поэтому остановился на призраке летящего медведя и 4 Мэкс. В обзорах их часто сравнивают, ругают, хвалят. Но в душу мне все же больше запал 4 Мэкс. Больше похож уже на готовое изделие, нормальный стол, двигающийся только по оси Z, а не дрыгостал, как у первого 3 или подобных. Не, я ничего против дрыгосталов не имею, многои имеют принтеры с ними и счастливы, но как уверяют 90% обзоров русско- и англоязычного интернета, дрыгостал это вчерашний день. Соответственно принтеры с ними выбыли из списка победителей. Итак, 4 Мах. На вид хороший, добротный, печатает пла, ABS и не боится других пластиков. Печатает сразу после сборки из коробки и делает это совсем неплохо. Но для полного счастья необходим последующий допилинг в виде более тихих драйверов, ТМК-2208, и лучшего экструдера Титан АР-5-6. В принципе этот момент меня не оттолкнул, а даже заинтересовал. Хорошо когда можно купить дешево хорошее изделие, а при наличии дополнительного времени, прямых рук и также минимальных вложений сделать его еще лучше. Еще раз выдохнув пошел на Али и стал искать адекватного продавца и меньшую цену. Адекватный продавец нашелся быстро, но цена у него была чуть больше продавца у которого было ноль заказов. У этого же заказов было больше плюс он звался Аникабик Офишл Стор, а значит шанс получить кирпич в коробке сводился к минимуму. Также многие говорили о хорошей технической поддержке от Аникабик, типа они есть ВКонтакте, на Фейсбуке, плюс официальный сайт и почту support4sobaka-anikabic3d.com, и более того, в случае проблем. О боже! Они присылают запчасти бесплатно. Это уже показалось нереальным, но окончательно перевесило чашу весов на сторону Аникабик 4 Max. Кстати, забегая вперед могу сказать, что техподдержка действительно есть, действительно работает и действительно присылают запчасти бесплатно. И вот, выбор сделан, цена отслежена и принтер куплен за 19500 или около того и должен был скоро приехать. Звездочка ABS пластик мне так и не положили. Дали катушку черного пла, тут нужно сделать еще одно отступление. Почитав статьи и форумы с топиками по покупке 3500 принтера из Китая, был неприятно удивлен тем, что таможня берет добро и очень редко его отдает. В смысле, как с тем анекдотом про блондинку и динозавра. 50-50 процентов, таможня может вам отдать принтер, а может и за. Короче, устанете его оттуда забирать. Я с таможней ни разу не общался, поэтому увидев на странице поставщика на Алиэкспресс, доставка из Российской Федерации, стоимость плюс 4000 копеек стоимости принтера при доставке из Китая, я плюнул и заказал доставку из России. В конце концов, пытаясь не удавиться из-за 4000, можно найти на свою опу еще больше проблем. И вот и долгожданный трек-номер. Доставка от какой-то Илм, хм, хз, что за контора? День-другой, на трекинге Илм появилась информация о том, что посылка передана в доставку почтой России. Шта, полез искать инфу об этом Илм, мама дорогая, ради меня обратно. Весь интернет забит негативом по ним, свою страничку ВКонтакте они закрыли для комментирования, но на их странице в Фейсбуке народ продолжает кидать господина вентилятор. Не, ну реально, как это возможно? ТК берет товар в доставку, а потом передает эту доставку третьей стороне. В итоге случись чего и никто ответственности не несет. Круто. Кстати, за корбкой с принтером, 20 кило, мне пришлось идти на почту самому, никакого курьера, как было обещано вначале и в помине не было. О том, что забирать мне придется самому, мне сказала девушка по телефону, до которой я с трудом дозвонился. Так как сначала оказалось, что операторы работают только по московскому времени, а потом пришлось ждать кучу времени наслаждаясь музыкой, без какой-либо надежды услышать голос оператора. В общем, если вам вдруг предложат доставку Илм, лучше доплатите за другую ТК, сбережете себе нервы. И вот принтер получен, принесен домой и под взглядом мобильной видеокамеры медленно распакован, для истории и спора с поставщиком, если вдруг что-то будет явно повреждено или чего-то будет не хватать. Убедившись, что все в порядке, принтер был отложен до выходных. В субботу, проснувшись, умывшись и наскоро перекусив, только собрался заняться его сборкой, как выглянуло солнышко и поманив теплыми лучами и легким снежком потянуло всю семью на улицу. Вернувшись через три часа, первым делом метнулся к принтеру, так как руки уже зверско чесались, на часах было четыре часа дня, а сколько займет сборка было неизвестно. А хотелось вот сейчас и сразу. Для начала несколько фото сборки и первой печати, заранее извиняюсь за качество фото, так как изначально не было планов выкладывать куда-либо в интернет, делалось это просто для личного пользования. Сборка тестовой совы, начало печати. Тестовые совы, 12 часов ночи, конец печати. Основание усов не расслоилось, это типа текстура дерева, второй день. Печать гнущегося геккона. Настройки печати, а сегодня утром придя на работу обнаружил рассылку от 3500 Today, уже с месяца она мне сыпется на почту, вроде как не мешает, с предложением написать статью, оставайтесь с нами, дальше будет еще интересней. Собственно, а почему бы и нет. Дальше пойдет копипаста моего общения с другом, с которым мы вместе пять лет назад мечтали о 3500 принтере, но после долгих разговоров неизменно соглашались, что этот геморрой за такие деньги нам точно не нужен. После же моей покупки и рассказа о печати, фото и прочем спустя сутки он мне написал заказал себе такой же. Но собственно, чтобы уберечь хорошего человека от возможных проблем и разочарований, так как решение было принято почти так же как и у меня с SkyCube, решил написать небольшой набор памяток, которые немного помогут облегчить жизнь. Может кому пригодится, может кто-то еще что подскажет. Тем более, что вопросов у меня пока больше, чем ответов. Итак, поехали. 16 часов 14 минут 12. 12. 2018 касательно сборки принтера, посмотри видео по шагам на официальном канале, там все понятно. При сборке удели внимание следующим моментам, соотносится с шагами на видео. 1. 1. Все валы лучше протереть силиконовой смазкой и положить так, чтобы к ним не прилипла пыль и прочая бяка. Если до сих пор нет, купи. У меня в распыляющем баллончике, брызгаешь на губку и протираешь. Таким же образом я протираю резиновые прокладки на дверях машины и смазываю петли машины. На улице зима, а двери открываются легко и непринужденно. 1. 2. Профиль на котором собирается рама, необходимо почистить от остатков получившихся при сверлении отверстия и нарезании резьбы. Около отверстия я удалял аккуратно плоской отверткой, просто была под рукой и щищал зубной щеткой. Щищать нужно куда-то в одно место, лучше сразу в какой-нибудь мусорной паке, так как эти остатки очень острые и маленькие. Будет сложно и больно вытаскивать их из рук и ног. 1. 3. При сборке рамы под все винты подложи обычные тонкие шайбы, иначе можно перетянуть и платиковый уголок лопнет. 2. Все просто. Не забываем про смазку осей силиконом и перед тем как вставлять оси в гнезда нужно немного выкрутить из них резьбовые фиксирующие пины, иначе можно долго долбиться, не понимая почему ось не лезет. 3. Помещаемые элементы, втулки с насечкой под ремни не затягивай. Сначала все выставь, проверь, потом закрепляй. 4. 1 оси 10 и экструдер, поставляются уже в сборе. Оси также надо протереть губкой с силиконом, все резьбовые соединения протянуть. В подшипнике собранные головы куда вставляться будут оси UI внутрь положить немного смазки, типа графитовой, литола или еще что найдешь подходящего. 4. 2. Когда будешь вставлять UI оси в пластиковые уголки, помним про резьбовые пины, и надевать на них голову в сборе, делай все медленно и аккуратно, одно неловкое движение и голова может соскочить с разными последствиями, от разбитого стола, до погнутых осей и разбитых посадочных мест в пластиковых уголках. 5. Один от блока питания к экрану идут два плоских кабеля. До установки возьми фольгу для запекания длиной с кабеля шириной 5-6 сантиметров и каждый кабель заверни в эту полоску. Я сверху еще закрепил это полоской широкого скотча, положил его снизу, завернул один край, потом другой. Это лучше сделать до сборки, потом будет сложнее. Вероятно этого будет и не надо, но в отзывах люди пишут, что экран и принтер иногда глючит, и чтобы этого не было официальная техподдержка предлагает его экранировать. Это самый простой метод сделать экран на кабель. 5. Два экран сам по себе идет отдельным модулем. Винт, пластиковая стенка, резьбовая проставка, бутерброд из двух плат и экрана, вторая резьбовая проставка. Аккуратно их разбери, сними с пластиковой стенки бумагу, вставь шурупы, с обратной стороны накрути проставки и затени их, аккуратнее, чтобы пластик не лопнул. Потом нежно надень на эти четыре винта бутерброд из плат и нежно накрути оставшиеся резьбовые проставки. Старайся сделать так, чтобы бутерброд не сжало и не перекосило. Иногда тоже люди жалуются на проблемы с экраном. Я решил ее пока таким образом. Во избежание, как говорится. 5. 3. При прикручивании дверных петель к раме не забудь подложить два проставки из комплекта, я сначала закрепил, а потом понял, что невозможно установить дверку из прозрачного аркстекла, пришлось раскручивать. 5. 4. Ручка-крутилка с инкадера снимается просто небольшим потягиванием и также легко ставится, когда ты закрепишь экран к лицевой панели. 6. 1. Подключение кабелей проблемы не составит, смотри видео, там все ясно. Кабели, которые идут на ось Z, концевик и датчик филамента я аккуратно подобрал по длине и зафиксировал к стойке кусочком скотча, чтобы не болтались и не терлись об ремень. Кабель датчика филамента перекинул через край мотора, чтобы он тоже не дотрагивался до ремня. 6. 2. После того, как вставишь тефлоновую трубку в гнездо датчика филамента, чтобы вытащить ее обратно, нужно надавить на черный пластиковый грибок гнезда. Также и с другой стороны у экструдера. Настройка. После того, как соберешь принтер, не наставляй боковые панели, пока не убедишься, что голова ходит по 10 уай без проблем. Если где-то есть заедание, попробуй прокрутить оси, смазать и снять видео. Если кажется, что застревает, снимай видео, выкладывай на YouTube с параметром доступно по ссылке, копируй ссылку и отправляй в техподдержку Support 4 собака, а не Cabec 3D. Ком с описанием проблемы. У меня немного заедало, я так и сделал, и ауто. B, A, A, X, A, H, W, A, надеюсь получить новые оси. Но тем не менее принтер печатает. Может, я придирался к этому месту, хз. Да, качество первой печати ты видел. Если надо, могу сделать Никоном крупнее, звездочка АТ-13, 12, 2018. Делал еще одно видео, хтптсдс, и ауто. B, X, X, L9, H, O, отправил его в техподдержку. В итоге прислали ссылку на заполнение адреса получателя, обещали прислать новую 400 карту, вал подшипники. Далее, возьми карту, которую тебе положили вместе с принтером и слей с нее всю инфу на комп. Флешку можешь выкинуть, можешь ради интереса прогнать через H2 тест. Флешка с растянутым объемом, поэтому принтер будет сходить с ума. Флешка из комплекта. Флешка после восстановления. Файлы на печать заливай на хорошую скоростную флешку. Я использую такую, уже три года два такие стоят в моей зеркалке, полет нормальный, на флешку копируй как можно меньше файлов и не создавай там помойку. В идеале одна печать, один файл. Будет обидно после многочасовой печати словить глюк из-за флешки. Как восстановить флешку на реальный объем, можно почитать здесь. Миска, ру, блок, ибэй, 22992. Икти Эмэль, пластик и его заправка. Я изначально решил, что первую печать я буду делать на хорошем пластике, чтобы не ломать голову в чем косяк, если он возникнет. Я покупал пластик Би Кью Пла в ДНС, вот такой WWW. ДНС Шоп. Ру Продакт. ФБ 7 и Ф83С 220 миллионов 123 тысячи 330. Пластик 2 3D ПК Ти Би Кью Пла Ф 000-101. Почитай на миска. Ру про пластики. Не бери Бестфиламент, есть жалобы. Три Тадай. Ру Блокс. Сэм 0.1 Бестфиламент Ду Нот Буй Кэн Нот Буй Три Тадай. Ру Блокс Крокс. Бэт Пла Пластик Фром Бестфиламент. Я пока печатаю Пла, чуть позже закажу АБС и остальные на пробу. Для того, чтобы вставить пластик, сначала надеваешь катушку, смотри, чтобы ее потом ничего не прижало, когда поставишь принтер к стенке, крепление немного неудобное, у меня стоит на тумбочке около компа, мне пофиг. Пластик на новой катушке может быть немного перекручен, конец может проскользнуть под виток, а потом при печати это дело затянется и принтер будет печатать воздухом, не забывая контролировать подачу пластика при печати. Когда вставишь пластик в датчик, просунь его в трубку и двигай до экструдера. Трубку нужно будет вытащить из экструдера, нажав вниз на пластиковый грибок и нажав на металлический рычаг вниз пропустить пластик между шестеренками и потом попасть им в маленькую дырочку трубки хотенда. Развлечение еще то, но выполнимое. После того, как во все дырки попал, ставишь трубку обратно в экструдер. До первой печати никаких настроек по количеству выдавленного пластика не делай, посмотри сначала как оно пойдет, чтобы не перекрутить лишнего. Как настроить количество подаваемого пластика можно почитать здесь. Три Тадай. Ру Квестченс. Калибровка Экстрадера 12 Росапс. Ру Блокс. Блок. Как откалибровать Экстрадер 3D принтера. И скачать утилиту, пока еще ей не пользовался. Три Тадай. Ру Блокс. Вадик 1000. Отилита калибровки 3D принтеров. Перед началом печати нужно будет откалибровать стол. Первое, что необходимо сделать, это настроить положение концеевиков. Стекло стола крутилками опускаем вниз до упора. Опустить, вращать вправо, поднять, влево включаем принтер. Выбираем в меню Auto Home, смотрим куда приедет нозл хотенда. Он должен стоять в переднем левом углу стола, на самом краю, скорее всего у тебя после сборки будет не так, поэтому берем и перемещаем концевики так, чтобы все у нас встало точно в угол. Далее я использовал коды написанные специально для Anycubic 4 Max. Качаем отсюда, вместе с описанием. www.tingiverse.com.fing 2846566. Записываем один файл левелинг. Assistant. Anycubic 4 Max. Коды на флешку. Помним о том, что флешка должна быть хорошей, а китайская в мусорном ведре, запускаем файл с флешки на принтере, Auto Home должен быть уже настроен, пока греется стол и хотенд берем ровный чистый лист для печати на обычном принтере и кладем на стекло. Когда все прогреется, следуем инструкциям из этой ссылки. Листок на злон сильно не прижимай, но и свободно он из-под него не должен вытаскиваться. Делаем это для всех углов и центра. После окончания калибровки выдыхаем и надеемся на лучшее. Кара. Разные люди используют разные слайсеры, некоторые из них платные, некоторые бесплатные. Кара Юйос платная. Также находится на китайской комплектной флешке. У меня была какая-то 15 версия, при установке, первом запуске предложила обновиться, я не стал. В Куру загружаем модель, настраиваем настройки, формируем коды, сохраняем его куда надо, печатаем. Про Куру можно почитать здесь. Трид Тадай. Ру, Блокс, Трид Пикаса. Кара Юр Кэрин Ассистент Ин Зе Ворлд Оф Принтинг Парт 1 Дрот 3Дшник. Ру, Блокс, Акцк. Обзор основных на страук слайсера Кара. Позже, можно поиграться с другими прогами. Также предварительные настройки Кура ты найдешь в инструкции к принтеру. Не ставь большие скорости, будет хуже печататься. Поставь небольшой ретракт, меньше будет соплей при печати, когда принтер будет передвигать голову от одного края модели к другому. У меня 3-4 миллиметра. В тестовой модели совок, коды, которые тоже находятся на флешке, есть код для рисования линии вокруг модели. Это надо для того, чтобы пластик вышел из сопла и начал печатать модель ровно. У своих моделей для этого не забывай ставить бримский орд. Находится в дополнительных настройках Куры. Вот здесь можно почитать про основные проблемы и способы их решения. Хабр. Ком. ПОСТ, 196182.3 ТОДАЙ. РУБЛОКС ГРММАШ, ЗЕ 20 МОСТ КОММЕН ПРОБЛЕМСОФТ 3Д ПРИНТИН ПАРТ 1 ДРОБ 3 ТОДАЙ. РУБЛОКС ГРММАШ, ЗЕ 20 МОСТ КОММЕН ПРОБЛЕМСОФТ 3Д ПРИНТИН ПАРТ 2, 17 часов 12 минут 12. 12. 2018. Это мне до конца недели изучать. 17 часов 14 минут 12. 12, 2018, иногда в сети можно встретить советы о том, что в хотенд для лучшей теплопередачи и для термистора нужно напихать термопасту. Но в связи с тем, что те температуры хотенда могут достигать 300 градусов Цельсия, а в обычном режиме 210-230 градусов Цельсия, то у 99 процентов эта термопаста встает колом. После этого из хотенда приходится все вырубать топором. Надо ли оно тебе, решай сам. 17 часов 14 минут 12, 12, 2018 не надо, 17 часов 15 минут 12, 12, 2018 апгрейд. В перспективе, нужно еще почитать, чтобы знать, что заказывать. Цена вопроса небольшая, смущает необходимость внесения изменений в прошивку, очкою я, славик, три тадай. Ru-блокс, ксаладни, дузе, куайт, кьюб драйвест, мк 2208, дрот, три тадай. Ru-квестчинс, какой дверкт экстрадер поставит на Аникабик 4 Мэкс Уф. Кажется все. А нет, еще момент. Для сборки принтера тебе понадобится дополнительно, крестовая отвертка, ножик, зубная щетка, фольга для запекания, широкий скотч, губка, смотри, чтобы это был просто кусок поролона, без терки. На крайняк, если исполивать будешь посудную, терку с него просто оторви, чтобы не поцарапать оси. Силикон в баллончике. Купи в хозяйстве пригодится для смазки малонагруженных соединений. Помни, ВД-40 не предназначена для смазки. Она прежде всего для обезвоживания и удаления ржавчины. Смажешь им оси и потом у тебя все заклинит. Смазка консистентная, графитная или литол, или что-то подобное, хорошего качества. Шайбы. Обязательно найди шайбы под винты М6 для крепления рамы. Также может понадобиться несколько шайб помельче. М3, М4, спирт и вата для протирки стола. После установки стол у тебя по-любому будет захватан руками в силиконе, смазке, поэтому протереть будет необходимо. Не разлить спирт на стол и вытирать, а чуть-чуть на ватку и протирать легкими движениями. Пластик. Пока едет принтер, купи хороший пластик. Шпатель из комплекта положи в сумку с инструментами, будешь использовать, когда будешь клеить плитку в ванной. С ним к стеклу стола принтера даже и не думай приближаться, поцарапаешь, будет потом больно и обидно. Модель со стола снимай, когда стол остынет градусов до 30-3310. В этом случае она сама снимется без усилий. Для улучшайзинга готовой модели из пла потребуется метиленхлористый, метиленхлорид или дихлорметан, это все названия одного вещества. Ищи в магазинах или онлайн. Для ABS пластика потребуется ацетон, говорят, что сейчас много дерьмового ацетона, который ничего не растворяет. Хороший ацетон вроде можно как найти в магазинах автокрасок. ХЗ пока не пробовал, не покупал. Проверить как он растворяет, просто наливаешь в какой-нибудь пузырек, бросаешь туда кусочки ABS пластика и смотришь как он растворяется, для применения этих жидкостей лучше использовать ацетоновую, дихлорметановую баню. Триттадай. Ру, Блокс, Рек, Култ, Эсо, Тон, Баффе и Симпл, Экзампл, Мэнни, Фоу, Тоус, Триттадай. Ру, Блокс, Мэксалбл, Четыре, Постпроцессинг, Постду и Биэс Праймом, Инномом, Баню я планирую сколхозить свою, как запчасти с Али придут, сделаю, а тестирую, расскажу. Двадцать один час пятьдесят пять минут, тринадцать, двенадцать, две тысячи восемнадцать отправил на печать снеговика, который доча навояла. Звездочка примечания, дочь, девять лет, прониклась идеей, три пятьсот печати и три пятьсот моделирования. Готовят поделку в конкурсу новогодних поделок в школе. Модель снеговика в куре, модель полностью сделана ей самой. Кстати, Блендер для меня тоже новая программа, поэтому сначала я тренировался сам, показывал ей, она повторяла. А так как повторять ей времени сразу не было, учится во вторую смену, то рисовала она сама утром с восьми до двенадцати, два дня. Первый день снеговика, второе основание и елку. Как сделать елку, я ей делал памятку, она по ней повторяла. Модель снеговика в куре, елка не пропечатывается. Печатает только ствол. В Блендере применил плагин, сделал ветки толще, завтра проверил. Звездочка АТЭТ 14.12.2018 распечатал, елка получилась, но ствол внизу не пропечатался. Буду переделывать. Печатал пластиком, которому уже три года. С сушкой не заморачивался. Пузырей и отслоений не обнаружено. 22 часа 0, 2 минуты 13.12.2018 сегодня запустил печать. А пластик не лезет. Понятное дело, встал в назле. Пытался прочистить тонкой иглой, фиг. Пришлось раскручивать. Для раскручивания нужно торцевую головку. Мне подошла из набора на 6, 5 и ключ. Кажется на 10 разводные пассатижи держать голову хотенда. Сначала выкрутил нозл. Он вышел вместе с кусочком второпластовой трубки. Голова и резьбовая длинная трубка остались прикрученными к экструдеру. Нозл был забит наглохо. Положил его на электроплиту, потом придержал пассатижами, воткнул иглу, провернул и вытащил кусок пластика. Голову хотенда тоже пришлось выкрутить, чтобы нормально вкрутить нозл. Он держится на резьбовой трубке и гайке, которая снизу поджимает. Гайку ослабить ключом и руками выкручивать хотенд. Когда он остынет, соответственно, резьбовая трубка была вкручена в хотенд и залита какой-то смолой. Со стороны, где был нозл, резьба была засрана пластиком. Поставил сию конструкцию на плиту, чуть нагрелась, пластик сковырнул иглой из резьбы. Смола с обратной стороны тоже размягчилась и трубку стало возможно немного выкрутить. Пока все было горячее, вставил внутрь пластиковую трубочку, закрутил нозл не до конца, чтобы без резьбы торчало 1-2 мм. Соответственно, предварительно вкрутив на необходимую глубину резьбовую трубку, держа голову хотенда пассатижами, головкой слегка потянул нозл. При этом после плиты все это было еще горячим. Потом вкрутил снизу всю эту конструкцию в экструдер, вставил обратно нагревательный элемент и термистер. Затянул снизу гайкой. А потом началась засада. Нозл оказался не в том месте, где был изначально. Во-первых, по высоте стал выше, во-вторых, по оси 10 оказался левее. Что выше, это понятнее, закрутил чуть больше, а что левее, это я оказалось сдвинул концевик слева от экструдера, или еще какую-то бяку сделал. В общем пришлось делать бет-левелин с помощью кода с сайта, кидал ссылку выше, еще раз. Короче, поразвлекался, 22 часа 18 минут, 13, 12, 2018 в итоге то сделал, 22 часа 19 минут, 13, 12, 2018 пока печатает, еще час, но елка так и не выходит. Попробую завтра перепечатать, 22 часа 19 минут, 13, 12, 2018, а забилось сопло почему, 22 часа 20 минут, 13, 12, 2018, 2018, по естественным причинам. После печати в сопле остается горячий пластик и заполняет его. После первой печати все вылезло нормально, но с небольшой задержкой, а в этот раз не захотело, 22 часа 21 минута, 13, 12, 2018, что советуют опытные и как с этим бороться. Вариант описанный тобой выше выглядит как нестандартный, 22 часа 22 минуты, 13, 12, 2018, три тадай. Ру, Блокс, Акпск, Struggling with Abstraction of Steel Channel Готанда, пока читаю. Немного не наш вариант. У нас другой тип хотенда. Вот, Расапс, Ру, Блокс, Блок, забилось сопло 3D принта Пла, пластик, запасаемся касторкой, 22 часа 34 минуты, 13, 12, 2018 закончил печать и сразу выдернул пластик, проще его потом по новой вставить, чем снова хотенд разбирать и чистить. Пока попробую делать таким образом. Дальше посмотрим. Продолжение следует, пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.